Синоптики предсказывают опасную поводковую ситуацию в Алтайском крае. Что предпринимать простым гражданам? Как вести себя при наводнении и поводке? Гость нашей студии Максим Залюбовский, заместитель начальника отдела защиты населения и территории о чрезвычайных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю, полковник внутренней службы. Здравствуйте, Максим Николаевич. Добрый день. Максим Николаевич, синоптики свое слово сказали, теперь дело за МЧС. Мы примерно знаем, на каких территориях возможны неприятные ситуации. Как вести себя жителям этих территорий? Прежде всего хочу сказать, что в Алтайском крае проводится ежегодный комплекс мероприятий, направленный на предупреждение и снижение негативных последствий от паводка. Проводится заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций правительства Алтайского края. Принимаются нормативные правовые акты Алтайского края муниципальных образований. Комиссионно проводится оценка готовности муниципальных образований к безаварийному пропуску паводковых вод. Вместе с тем, жители Алтайского края, особенно тех населенных пунктов, которые систематически подвержены паводку, они должны выполнять определенные условия при подготовке к паводкоопасному периоду. Какие условия? Прежде всего, это следить за паводковой обстановкой в средствах массовой информации. Далее, подготовить так называемый тревожный чемодан. Это чемодан, рюкзак, сумка, в которую необходимо поместить документы, деньги, запас продуктов питания, вещи по сезону. И быть готовыми к срочной эвакуации при значительном ухудшении обстановки. Далее, по возможности поднять ценные вещи на верхние этажи зданий, если, допустим, мы про двухэтажный жилой дом говорим. Быть информированы о том, какие места возвышенности есть в данном населенном пункте. А также определить безопасные маршруты для выдвижения в эти возвышенные места в случае резкого ухудшения обстановки. Также иметь представление о расположении плавсредств, лодок, плотов и так далее. Хорошо бы еще у себя иметь лодку на всякий случай. Жители, которые имеют лодку, им необходимо проверить ее исправное состояние, комплектность, надежность крепления и доступ к ней, чтобы был беспрепятственный доступ. Максим Николаевич, ну а если говорить о территориях, которые предположительно будут в этом году подвержены паводку, это какие территории, какие районы, где? К сожалению, паводок настолько характерен для Алтайского края и, в общем-то, по статистике свыше 200 населенных пунктов в 46 муниципальных образованиях подвержены риску затопления. Вот поэтому говорить о том, какие именно, да, они имеют смысла, как бы... Ну вот затон есть затон, он потому так и называется. Да, затон есть затон, но есть, у каждой медали есть оборотная сторона. Жители этих населенных пунктов, они ежегодно проходят вот эти циклы и они имеют очень хорошие знания, практические навыки, как паводку противостоять. А вы рекомендуете как-то готовиться еще и готовить свои строения к тому, что вода может их затопить? Разумеется, необходимо учитывать паводок, то есть как он будет развиваться с небольшим, даже с большим, со значительным запасом, следить, чтобы слуховые окна подвальных помещений были закрыты. То есть перед непосредственно паводком желательно из подвальных помещений убрать продукты питания и так далее. То есть заготовить, может быть, мешки с песком. Превентивные мероприятия, они вообще огромную роль играют. То есть если проводить гидроизоляцию, например, помещений подвальных или первых этажей, то ущерба будет гораздо меньше? Да, таким образом можно ущерб снизить, но вообще развитие ситуации может пойти по сотням сценариев. Поэтому как бы... Ну, чем меньше возможных сценариев, тем лучше. Если загидроизолировано, то гораздо проще. Паводок случился. Дальше что? Вот случилась неприятность. В случае возникновения паводка, вот можно рассмотреть два варианта. Вариант первый – это организованная эвакуация. То есть паводок, в общем-то, он не носит такого экстремального характера. Прежде всего необходимо включить радио или телевидение и прослушать сообщения. То есть в случае эвакуации необходимо собрать себя, детей, взять документы, деньги. Вот как мы говорили про треожный чемодан, аптечку первой помощи, запас продуктов и следовать в пункт посадки. Специально определенное место, где жители собираются эвакуируемые, их садят на автобусы и доставляют в пункты временного размещения. Максим Николаевич, вы очень важную вещь сказали про радио. Но если случится паводок, то где-то может отключиться. И электричество. Значит, нужно иметь запас батареек, аккумуляторов, пауэрбанков и, возможно, еще какие-то вещи, которые генераторы, может быть, иметь. Вы правы. То есть запас батареек их необходимо иметь. Но, помимо всего прочего, Алтайская территориальная подсистема РСЧС включает в себя технические средства, которые могут обеспечить информирование населения без радио и телевидения. Допустим, громкоговорящие устройства, патрульных автомобилей МВД, МЧС и так далее. Ну, это очень хорошо. Вы основные моменты рассказали про то, как вести себя во время паводка или еще не все? Есть второй сценарий. Это катастрофическое затопление. Будем надеяться, его не будет. Так вот, и тем не менее, в случае катастрофического затопления граждане должны понимать, что главное спасти жизнь, здоровье себя, своих близких, соседей и так далее. Поэтому, если вас волна застала дома, и вы понимаете, что вы из этого дома не можете выбраться, необходимо подняться в верхнюю точку вплоть до крыши, то есть помочь своим близким. Значит, необходимо подавать сигналы, если это дневное время, при помощи какой-то яркой ткани, можно ее прикрепить к палке, то есть импровизированный флаг сделать, размахивать. Периодически сигнал о помощи голосом подавать. Если в ночное время то же самое, голосом себя обозначить, помогите кричать и использовать фонарь, можно даже фонарь мобильного телефона. То же самое следить за тем, чтобы он не разряжался. А у нас были такие катастрофичные паводки, когда неожиданно вода прибыла? Да, были такие у нас паводки на территории Алтайского края, как бы с городом Крымском, по счастью, это не сравнить, но тем не менее, очень большой приток воды был за крайне короткий промежуток времени. А жертвы в основном из-за чего возникают? Если это ночью случилось, вот люди спят иногда, как бы могут захлебнуться во сне. Дальше неумение вести себя в критической ситуации. Хочу обратить особое внимание, телезрителей необходимо сохранять спокойствие. Ни в коем случае нельзя паниковать, потому что, когда человек запаниковал, он зачастую принимает крайне спорные решения, которые, в общем-то, он не способен реализовать. Допустим, броситься в плав до другого берега, расстояние 200 метров, бурный поток идет, и как бы человек просто тонет, и все. Нужно до конца выдержку проявлять, сохранять спокойствие и верить, что помощь принята. А правила поведения после паводка? Ну, вот сошла эта волна, кого-то спасли, кого-то там эвакуировали, волна ушла. Дальше что происходит? После паводка, когда доступ открыт в зону ЧАЭС непосредственно, всегда в зоне ЧАЭС у нас происходит отцепление с соответствующими структурами, открыли зону ЧАЭС, прежде чем войти в свой дом, необходимо убедиться, что он целый, то есть, что он на вас не обрушится, потому что какие-то элементы на вас не упадут. Второй момент, необходимо немедленно проветрить все помещения, потому что могут скопиться газы. Когда человек эвакуируется, он обязан выключить газ, свет, электроэнергию, воду отключить. Либо забыть, либо из-за поломок. Да, но может этого не случиться. Либо, правильно вы говорите, то есть, волна пошла, дом сдвинулся, допустим, газовое оборудование что-то сместилось, повредилось. Поэтому проветривание – это первое необходимое, что нужно сделать. Тщательно проветрить. Дальше нельзя включать свет, нельзя зажигать огонь. До того, как вы не проветрили, запрещается использовать газовое оборудование, электроприборы, пока комиссия соответствующих служб не даст заключение, что ваша система находится в исправном состоянии. А комиссия, они тут же ходят и быстро дают заключение? Да, это в муниципальных образованиях, так точно, они создаются специальные комиссии, то есть, от газовой службы, от электрохозяйства. То есть, они действуют оперативно? Так точно. Большое спасибо, Максим Николаевич, за интересную и, самое главное, полезную беседу, за правильные советы и краткие. Ну, а зрителям напомню, о правилах поведения при наводнении и паводке, а также после, рассказал Максим Залюбовский, заместитель начальника отдела защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС по Алтайскому краю, полковник внутренней службы. Всего вам доброго и берегите себя.